как решается система из дифференциальных уравнений ну решим систему из двух дифференциальных уравнений в которой еще присутствуют свободные члены то есть е в степени t и 2t для начала необходимо решить систему из однородных уравнений то есть так называемую homogenous equations в ней отсутствуют вот эти вот свободные члены и мы решаем ее как соответственно в матричном просто виде переводим ее в матричный вид дальше ищем собственное число матрицы определитель и и и и и и и и первое собственное значение у нас вот такое ищем для него собственный вектор подставляем вот вот сюда да то есть в эту матрицу стандартный в общем поиск собственных векторов в им и и и и и и и и или вот это вот b вот сюда уравнение а минус 2 плюс 1 минус ай в квадрате ай в квадрате минус 1 получается что а умножить на 0 равняется нулю то есть а любое возьмем а равное одному для удобства соответственно b у нас получается минус 1 плюс ай теперь значит ищем собственный вектор для 2 у нас получается там в 1 до этого мы нашли собственный вектор 1 теперь ищем собственный вектор 2 подставляем опять вот сюда и 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 подставляем вот это вот во второе уравнение в системе плюс b значит и 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 Опять же получаем А умножить на 0 А равно 1 Для удобства И B равно Минус 1 Минус I Значит В2 Второй собственный Вектор равен 1 Минус 1 Минус I Здесь конечно собственные вектора Получились Комплексные Потому что у нас Дискриминант у характеристического уравнения Вот этого Он у нас отрицательный Вот Ну это как бы Ничего не меняет на самом деле Потому что Если бы у нас собственные вектора Получились Некомплексные Как бы на ход решения Это не повлияло На самом деле Можно их трансформировать В1 и В2 В тригонометрический вид Привести Но мы это сейчас делать не будем Возьмем обычные вектора Вот эти Просто С Мнимыми числами И оставим решение так Значит решение Получается Первой Вот этой нашей части Однородной системы Выглядит Следующим образом Константу Умножаем Произвольную Значит Константу умножаем На В1 Е в степени Лямбда 1 Это у нас 1 плюс i Умножить на t Время Пременное наше Плюс c 2 умножить на В2 В степени В степени Лямбда 2 То есть 1 Минус i Итак Вторая Часть решения Заключается В том Что мы Ищем Некие Пробные Функции То есть Это По английски Трайл Солюшнс Трайл Фанкшнс Как-нибудь так Значит Мы ищем Пробные Функции Чтобы Так Чтобы Методом Неопределенных Коэффициентов Мимикрировать То что у нас Тут изначально Стоит То есть У нас Изначально Что стоит У нас Изначально Экспонента Есть Да И Есть Полином Первой степени Ну то есть 2t Да Это у нас Фактически Полином Первой Степени От Времени Соответственно Мы Решение Так и Составляем Наше Общее Причем Эти решения Должны быть И для Икса И для Игрека То есть И для Икса И для Игрека Они должны Включать Экспоненту И соответственно Полином Первой Степени Чтобы Просто Это же у нас Как бы Система Уравнений Поэтому Икс От Игрека Зависит И они И то И другое Должны Наиболее Полно Описывать То что У нас Происходит А у нас Происходит Экспонент И соответственно Полином Первой Степени Мы Записали Эти решения Теперь Мы Подставляем В исходную Систему То есть Икс С Точкой Это у нас Просто Производная По Т Соответственно Производная По Т Это у нас Будет А Ирека Переписываем Наше Выражение То же Самое С Вторым Уравнением Значит Игрек С точкой Это у нас Будет Д Е В степени Т Плюс Ф Минус 2х Это будет Минус 2а Е Минус 2 БТ Минус 2С Плюс 2 Т Теперь Метод Неопределенных Коэффициентов Значит У нас Тут Сейчас Получится 6 уравнений Для 6 Неизвестных Все как раз Решается Смотрим На первое Уравнение Что в нем Стоит При Экспоненте Слева А Что стоит При экспоненте Справа 2а И Значит Д Еще 1 Что у нас Стоит При Т Да Слева 0 Справа При Т Стоит 2б Плюс 2 Вот они Ну и соответственно Константа Так Слева у нас Ф Справа Минус 2С Теперь Значит Отсюда Отсюда У нас Получается Минус 2 Равно Минус 2С То есть С Равно 1 Значит Отсюда У нас Получается Б Это у нас 1 2С Это у нас 2 2 E Неопределенных Коэффициентов Method of undetermined Coefficient Параметры Этих Уравнений E В степени T Параметры Плюс E в степени T Значит Плюс T Плюс 1 D Это у нас Получается Минус 2 То есть Минус 2 E в степени T F Это у нас Минус 2 И Е Это у У нас Минус 1 Теперь Приведем Это в нормальный Какой-то В общем Векторный Вид Вот это мы Получили Частное решение Итак Итоговое решение Это Сумма Того Что мы Получили На Первой Части И Во второй То есть General Solution Общее решение Итоговое Это Собственные Вектора Умноженные На Экспоненты В степени Собственных Чисел Соответствующих И Плюс Частное Решение С1 И С2 Можно будет Найти Если Будут Известны Какие-то Исходные Условия То есть Они Должны Быть В условии Сказаны Ну Обычно Это Х от 0 У от 0 Мы Просто Подставляем 0 Вместо Т И Соответствующее Значение Слева Вместо Х и У Собственные Собственные Собственные